друзья привет с вами роман стикс давно я не выпускал уже новых видео и вот собственно говоря пора это сделать такой перерыв у меня получился потому что ну во первых написанием новых треков был плотно занят то есть если вы подписаны на меня в бусте то вы все это можете смотреть в реальном времени сейчас немножко меня унесло в лоу фай хип-хоп понравился жанр вот и собственно говоря уже пару треков написал в этом стиле на бусте все это вы можете увидеть вот во вторых сделал исправление носовой перегородки чтобы нос нормально дышал короче говоря вот наконец-то пишу новый ролик и ролик этот будет вот на какую тему мне постоянно от вас приходят вопросы что у тебя за новые наушники что это такое стоило ли оно того и так рассказываю что у меня за наушники это наушники focal clear pro наушники дорогие то есть мне постоянно спрашивают ты там больше 100 тысяч рублей отдал за наушники это вообще там имеет смысл или нет вот давайте сейчас все расскажу имеет ли это смысл для кого-то или не имеет значит мои ощущения наушники открытого типа я их купил сейчас как основной инструмент работы по нескольким причинам то есть понятно что я с одной стороны могу работать на мониторах с другой стороны смотрите у меня сейчас все что я делаю вот все треки что я делаю все это записывается и в виде стримов я это ну точнее в виде отдельных видео я это выкладываю на свой проект бусти то есть чтобы показывать весь процесс работы мне конечно удобнее работать в наушниках потому что если работать без наушников то и моя речь и то что идет с мониторов все это смешивается очень потом неудобно обрабатывать все во все лезет плюс там рассинхрон образуется в да винчи то есть если но в редакторе в видеоредакторе да винчи одним словом гораздо все проще обстоит если работать в наушниках то есть это была для меня первая причина то есть когда я работаю в наушниках постоянно мне удобнее это монтировать и выкладывать как видео но причина это не единственное дело в том что у меня уже был опыт жизни во вьетнаме то есть год мы с женой прожили во вьетнаме я там успешно работал но как вы понимаете приезжая в какую-то другую страну ты не можешь там взять и оборудовать себе сразу студию но если ты конечно там не навсегда остаешься вот ну и я надеюсь что сейчас все таки будет какой-то период когда можно опять будет летать куда-то и поэтому в целом мне нравится сама идея мобильность то есть ты в любом месте неважно прилетел ты в другую страну куда-то там или просто поменял там квартиру да допустим у тебя нету необходимости привыкать к новой акустике и поэтому сам сама идея работы в наушниках мне конечно же нравится и раньше я много работал в наушниках sennheiser hd 650 наушники отличные по-прежнему ничего о них не могу сказать плохого но вот эти наушники однозначно лучше значит по моим ощущениям как они воспринимаются после 650 но во первых смотрите у разных наушников разный стиль как бы звучание да то есть если вы возьмете br dynamics это один звук если возьмете sennheiser там это другой звук если вы возьмете там одизе какие-нибудь там у них третий там звук и поэтому изначально мне близок такой звук который например у sennheiser hd 650 он для меня является таким округлым сбалансированным ну то есть мне просто приятно слушать этот звук и соответственно приятно работать в таком звуке но когда я послушал focal clear pro я понял что это как бы как sennheiser hd 650 только гораздо чище кристалиней по звуку то есть после вот этих фоколов когда я одеваю 650 мне кажется что они мыльные причем раньше я не думал о них так что они какие-то мыльные но вот просто все познается в сравнении да и после вот этих наушников я одеваю sennheiser и мне уже не хватает детальности то есть общая сама характеристика частотная более-менее там похоже но здесь вот нет ощущения как будто ты работаешь в наушниках то есть это звучит может быть несколько так громко но это правда очень комфортно то есть они настолько вот проницаем и то есть как будто бы на тебе и нет наушников то есть и в акустическом смысле очень естественный кайфовый звук и в смысле там комфортно да то есть амбушюры вот эти и так далее поэтому когда я принимал решение купить такие дорогие наушники я руководствовался тем что для меня это будет основной инструмент на котором я работаю и но вот смотрите если рассуждать так да если мы возьмем мониторы какого-нибудь топового класса да это тоже будет очень дорого то есть какую бы модель не взяли топовые по классу мониторы до стоит ну дорого то есть реально да поэтому если мы берем топовые по классу наушники focal clear pro это как раз топовые по своему классу наушники то в принципе это получается дешевле значительно до чем топовые мониторы это как бы очевидно но уровень детальности и уровень качества при этом на мой взгляд сравнимо очень высокий вот поэтому так как я не планирую там апгрейдить свои мониторы на какие-то там более крутые и так далее то есть в данный момент у меня нет таких мыслей то я решил что да пускай пускай у меня наушники будут основным инструментом в котором которым я пользуюсь до при создании треков при написании их при сведении при мастеринге вот но тогда это будут наушники топового класса поэтому собственно говоря я купил вот эти наушники о чем ни разу не пожалел что еще про них можно сказать это 55-омные наушники то есть они не требуют какой-то там раскачки сильным каким-то преампом мощным то есть они если вы их воткнете в обычный ноутбук будут тоже звучать адекватно вот и это тоже очень хорошо это довольно гибко то есть то что я хотел от них получить это основной мониторинг высокого класса поэтому как основной мониторинг если их расценивать то это на мой взгляд адекватно потратить как бы такую сумму на вот такие наушники но если это как дополнительные наушники и допустим основное время вы работаете на мониторах то так тратится в общем я не знаю имеет ли смысл еще раз сразу сделаю акцент на том что это не реклама этих наушников это просто я рассказываю почему конкретно я их купил доволен недоволен и так далее то есть существует масса крутейших наушников там и bear dynamics те же самые и нойман очень крутые наушники да много всего поэтому это важно очень чтобы с вашей звуковой эстетикой это согласовалась вот с моей звуковой эстетикой вот эти наушники очень хорошо соотносятся то есть я их одеваю и настолько по кайфный звук что вот мне просто просто приятно в нем прям растворяешься и не хочется в принципе ничего менять все настолько хорошо сбалансировано нету какого-то там избыточного верха там или не знаю ну что-то такого радикального чтобы с ними хотелось сделать в этих наушниках нет просто одеваешь и в них уже хорошо теперь давайте расскажу какой преамп я с ними использую и почему именно такой сейчас вот я сниму этот телефончик со стоечки и покажу вот сейчас вы видите преамп в который у меня подключены эти наушники это айфай аудио зен кэн почему я выбрал именно этот преамп здесь есть две такие магические опции как x-bass и 3d вот можно включить их сразу чтобы работал и x-bass и 3d значит что это дает x-bass дает понятно повышение басов до такой bass boost и 3d дает как раз бинауральное моделирование есть множество плагинов для того чтобы получить бинауральное моделирование и коррекцию наушников и так далее но вот когда делаешь аранжировку и хочется просто по-быстрому воткнуть наушники и сразу работать с бинауралкой я для себя решил что а почему нет тем более когда я узнал что вообще в принципе есть преампы с бинауральным моделированием и для меня это работает то есть вот именно в этом преампе мне понравилось как звучит бинауральное моделирование она не звучит как-то очень неестественно то есть просто широкие панорамы перестают казаться избыточно широкими ну вы знаете да то есть что можно для этого использовать массу разных плагинов я про это уже делал ролики то есть для работы в наушниках есть масса разного очень толкового софта но собственно говоря есть варианты бинаурального моделирования и встроенные в преампы то есть сначала меня отпугнуло название 3d я думал что это такая штука как знаете вот в дешевых во всяких колонках есть 3d нажимаешь и там какой-то дичь какая-то происходит со звуком здесь это работает не так то есть я посмотрел документацию это действительно имитация звучание акустики то есть колонок реализованы собственно на уровне на аналоговом причем уровне в этом преампе то есть у них на сайте есть эта документация то есть это качественное бинауральное моделирование она не делает какой-то со звуком дичь то есть он просто становится как будто он более из колонок вот и также очень часто я работаю со включенным бас-бустом объясняю почему все дело в том что мне реально нравится много баса и если вот это не сделать вот такую компенсацию то у меня в миксе будет баса может быть даже и многовато и я зачастую его потом прибираю но если с самого начала в мониторинге я себе делаю баса достаточно много то как вы понимаете свожу я бас наоборот тише за счет того что он у меня бустится преампом и у меня микс получается не такой басовый в то же время мне по кайфу работать то что я слышу тот самый большой бас который я люблю опять-таки не говорю вам что это вот правильно там что типа работаете так обязательно нет рассказываю просто то что для меня работает в данный момент времени поэтому вот собственно такая связка то есть если еще раз подытожить если вы меня спросите купил бы я вот зная все вот эти наушники там например за там сто там двадцать тысяч рублей а еще раз да купил бы то есть абсолютно нисколько не пожалел наоборот без них уже прям не могу то есть даже когда просто прихожу послушать трек какой-то вот мне кто-то что-то кидает мне честно говоря даже меньше хочется слушать на мониторах я всегда одеваю наушники слушаю и все мне сразу становится понятно вот собственно говоря такие вещи что касается сравнения этих наушников например там с brdynamics там или еще с чем-то но смотрите стилистика с brdynamics совсем другая у brdynamics такой яркий очень верх такой уплотненный бас такой по ощущениям поэтому если вам нравится такой звук то здесь он не такой вот здесь он как раз ближе к сенхайзером 650 или к нойманом nd h20 если я не ошибаюсь тоже это все как бы наушники вот в такой концепции округлого звучания которое как раз мне нравится в принципе все что наверное можно рассказать про них то есть так как это не реклама этих наушников я в общем не буду показывать все эти коробки ну чехол могу показать вот собственно такой чехольчик у них есть в комплекте есть еще другой вариант кабеля и есть еще дополнительные амбушюры запасные надеюсь я ответил на вопрос про наушники и теперь если меня кто-то будет про это спрашивать опять что за наушники а хорошие нехорошие буду кидать просто это видео теперь давайте затрону еще одну тему это тема секвенсоров почему я затрагиваю сейчас потому что те кто на меня подписан в бусти они увидели что два трека которые вот недавно я сделал я их сделал в эблтон они в кубейс и стало быть понеслись опять все вот эти вопросы а стикс ты уходишь с кубейса в облитон а почему в облитон а почему не в риппер там вообще почему ты уходишь с кубейса что это такое рассказываю ну что касается эблтон например раньше меня не устраивало то что в нем не было компинга а я как бы во первых если я пишу себя да ну например свою гитару я не играю так чисто чтобы можно было взять и сыграть с первого дубля то есть я играю много дублей из этого нарезаю уже что-то что похоже на нормальную игру поэтому для меня компинг редактор это must have мне очень нравился компинг редактор в лоджик потом я перешел в кубейс в кубейс отличный компинг редактор а в облитон его не было хотя мне нравилось в общем все остальное что в нем есть и сейчас как бы облитон когда обновился в нем появился компинг редактор ну естественно я его себе поставил опять 90-дневную вот эту пробную версию и вот сейчас вот в нем сделал уже пару треков опробовал компинг мне нравится собственно говоря почему нет каждый должен найти тот секвенсор в которым ему комфортно работать очень много людей мне пишет про рипер ребята знаю что рипер очень крутой да все понятно да я пробовал рипер и у меня эта тема пошла как-то очень тяжело то есть я не разобрался честно говоря мне показалось все это слишком сложным хотя сейчас может быть если бы я его изучал может быть все и по-другому пошло бы могу тут немножко рекламы сказать что те кто хочет изучать рипер очень крутой курс есть у энди вакса у нашего коллеги наверняка вы смотрите его тоже на ютюбе он выпустил 9 часовой курс по риперу у него много видео и на канале по риперу и собственно говоря вот теперь есть полноценный курс в котором и организация папок и настройка все необходимое для типовых задач сведения мастеринга тюнинга вокала коррекции ритмики бонусом курсу кстати у него идут еще темплейты ну то есть все в описании ролика вы увидите кто хочет изучать рипер вам туда нет такого чтобы какой-то dw лучше какой-то хуже вот кому где удобно тот там и работает вроде бы на этом все все ссылки в описании ну и скоро будут новые видео пока пока